Подчиним все, что сломано. Доломаем все, что не сломано. Режим работы. Без выходных. Без прерыва. Сейчас мы на них помыть, что натравим. За самую правду, хотя бы по 19.1. Смысл в том, что есть организация, которая оказывает население услуги, в данном случае по ремонту бытовой техники. У них опубликован режим работы. Кабличку я зафиксировал, на видео все это заснято. Меня по какой-то причине с моим доверителем не пустили. Очевидно, из-за наличия конфликта. Сегодня? Да, вот сейчас буквально недавно. Я вызвал туда полицию, но я понимаю, что это ждать очень долго. Поэтому у меня есть видеофиксация самого события, что нас не пускают. То есть мы звонили по домофону, дверь нам не открывали, а потом просто... Внимание, руководитель службы будет разъявление, собраться в кабинетном учальника отдела. А потом просто выключили звук, чтобы, видимо, мы их не беспокоили. Ну, мы постояли, немножко на морозе, ну и пошли своими делами заниматься. Вот доверитель поехал по своим делам, я, соответственно, к вам сюда пришел. Хочу, чтобы их привлекли к ответственности за самоуправство. Я усматриваю все признаки самоуправства. То есть они умышленно нас не пускали, несмотря на то, что режим работы у них обязывает нас пускать. В полиции много заявлений на этих товарищей. Ну, не конкретно на эту организацию, а на тех людей, которых они посылают на ремонт бытовой техники. Соответственно, мы хотели понять вообще основания для привлечения их в качестве третьего лица, либо соответчика. Вообще, что они могут пояснить. Тут они себя выдают, что они пол-центр уже стали. Хотя по Акведу они основной вид деятельности, это как раз ремонт вот этой техники. Хотелось с руководством пообщаться вообще, кто там рулит этой организацией. Узнать вообще статус этой организации, в какой роли они выступают в правоотношениях тех мастеров, которые приходят на дом и ремонтируют бытовую технику. Ну, слово «ремонтируют» в кавычках, потому что, на мой взгляд, они не ремонтируют, а умышленно ее ломают с целью выманивания денег. Я не говорю про всех, я говорю про конкретных людей. На данный момент у нас есть три человека. Это Галимов, а даже четыре – Недосейкин, Ремезов и Татьяна. По фамилии я не помню, буквально сейчас с потерпевшим мы общались, прежде чем сходить в эту контору. Соответственно, разговор записан, вся информация есть. То есть люди звонят в эту организацию, а уже эта организация направляет так называемых мастеров. Потом, если возникает какая-то конфликтная ситуация, люди звонят опять в эту организацию. Почему? Потому что те товарищи-мастера не дают в них своих мобильных номеров, ничего не дают. Говорят, вот решайте туда. А там говорят, что мы просто колл-центр. То есть вот такой замкнутый круг, в итоге никто ни за что не отвечает. Реклама у них размещена на Авито, листовками размещена, но бросается. Плюс сайт у них есть, у этого Техноэксперт. ООО «Вектор». Несколько сайтов у них, в том числе по ремонту бытовой техники. Так, на входной двери, да, у них висит? Да, висит график работы. Написано, работаем для вас с 10 до 21 часа. Без перерыва и выходных. Ну, соответственно, как я сказал, где-то в 16.30 мы подошли. То есть, ну, и обеденного времени нет. Самый разгар приема посетителей должен быть. Но нас не приняли. Не открыли дверь. Там у них висит наружная камера видеонаблюдения. Естественно, они видят, кто пришел. С 10 до 21. Соответственно, они через камеру наружного видеонаблюдения видят, кто пришел. Увидев, что это мы звоним, они сначала просто не открывали дверь, а потом отключили звонок, потому что мы были настойчивы. И настойчивы, хотели, чтобы они все-таки нас запустили в помещение. Соответственно, в данном случае я усматриваю все признаки самоуправства. Скажем так, у меня давно были мысли зайти в эту организацию, чтобы узнать вообще, в реальности они существуют, не существуют. Ну, они, видимо, существуют, но только для определенных людей, не для нас. Ну, я знаю, что туда потерпевшие приходили, с которыми я общался. Они говорят, что да, даже общались с какими-то там людьми. То есть, вроде как, организация существует. Ну, вы понимаете, да, суть проблемы? Вообще, что это за контора, в чем конфликтная ситуация, что в городе Мурманске происходит с этими ремонтами на дому бытовой техники. Ну, если смотрели видео. Я смотрел, да. Ну, я думаю, что вам это известно. У нас целый сериал называется «Холодильник», посвященный вот этим вот товарищам. По 19.1 – это же вы, да? Ну, возбуждаете и рассматриваете дела. Да. Надеюсь, что вы все-таки привлечете их к ответственности. Ну, не конкретно я. Ну, я веду участковую. Так, это ручка, я просто плохо вижу. Да, да, ручка. Так, кстати, теперь вы можете связать против себя и все вместе. Приходит человек, делает видимость, что что-то сломалось, снимает дорогостоящую запчасть, предположим, плату управления, и пропадает. Потом объявляется, говорит, с вас столько-то денег за ремонт такой-то платы. А он эту плату даже не ремонтировал. Ну, он вообще исправен. Он просто ее снял, чтобы человек не мог к кому-либо другому обратиться. Как правило, если это холодильник, часто бывает так, что происходит какой-то там сбой, перемерзает, что ты надо холодильник просто разморозить и обратно включить, и он будет нормально работать. То есть, там не в платье причина, не в трубочках и тому подобное. Ну, бывает такая штука. Надо просто его периодически обслуживать даже те холодильники, которые саморазмораживаются. Видимо, надо их все-таки иногда протирать, мыть там, что-то делать. Вот, ну и, короче, если есть люди, которые ведутся на это, они приходят сначала якобы одно подчинили, взяли деньги. Потом через день, там, или в этот же день, либо через два дня, выясняется, что что-то опять не работает. И так может длиться месяцами, пока у человека не закончатся деньги. В итоге заканчивается это тем, что человек выбрасывает эту бытовую технику, покупает новую, то есть он остается и без денег, и без этой техники. Ну, те люди, которые ко мне обращались, я еще не знаю ни одного случая, чтобы у них после ремонта оказалась целая техника. То есть, они потеряли и деньги, и бытовую технику. Поэтому я считаю, что они не ремонтируют. Может быть, есть там какие-то мастера, которые ремонтируют, но я знаю на данный момент четыре человека, которые этим не занимаются. Их задача прийти, поплакать, вот как Татьяне, там, не помню, как фамилия, начинает рассказывать, что у меня двое детей, я вообще сама беременная, там, в районе 35 лет, и вот она начинает паять капиллярки какие-то, обрезает все возможные трубки, ну, короче, просто надругается над этим холодильником. В итоге она месяц ходит к человеку, как на работу, в итоге человек просто, ну, все просто, вот, лишь бы она ушла. Приходит там другой помощник. Ну, короче, за такая длинная история, это просто чистый развод. Все, все понятно. Рассчитанно на психологию. Все, спасибо. Нет, нет, не все, Ваше, есть вопрос еще не решен у нас. У меня с вами остались. У меня с вами есть какие-то вопросы? Так, сейчас. Конфликт был, помните, на Минградской 25-й третке, там, где-то, газовые головочки были распылены только в часах. И это вы только сейчас об этом вспомнили? Сейчас заявление поступило в логику. От кого? Заявление поступило в Ташкопею Логику Владимировну. Заместитель Илита. И какие у вас вопросы? Мы, по-моему, все уже сделали. Ну, видимо, не все. Ну, давайте побеседуем. У меня было подано заявление. Вы отработали его? Давайте сначала. Ну, мной было подано заявление. Вам есть и было. По 115-й статье. В профессиональном виде. У меня ничего не приходило. Он уже за что-то идет. С кем я общаюсь? Я был Илья Васильевич. Мы с вами уже общались. Я не обязан вас каждый раз помнить и запоминать. Покажите свое удостоверение. Илья Васильевич. Поэтому какую строку смотреть? Убирайте. Илья Васильевич, у нас будет разговор или нет? Если не будет, я просто разъедусь, я уйду. Вы будете с вами обеседовать? Конечно. Ну, давайте. Я вот попытаюсь с вами побеседовать. Смотрите. Не наше. Не наше. Знакомьтесь с вами. Вы памяты не надо просто. Да нет. В лицо-то я вас помню. Хорошо. Ваше хамство трудно забыть. Я хочу понять, что вы хотите. По какому вопросу. Не торопитесь. Забытесь. Я вам еще раз говорю. Я сейчас могу встать и уйти. Вы этого добиваетесь? Не наших. Или как вас там? Вот, да. Мамайя Васильевич. К вас, кажется, Владимир, кажется, Владимир Владимирович. Да. Старались? Да, Владимир Владимирович. Ну, начнем, Владимир Владимирович, кажется, разобраться. Ну, давайте, наконец-то. Так, замерение. Прошу вас. Привешка административной ответственности, гражданного Мамайя, который 3-го 12-го, клади 9-го, нанес мне удар в области правого плеча. Причинив фосфору, физическую боль, хватал за одежду. Я нанес удар? Да, слушайте. Поясняет. 3-го 12-го, в утреннее время, около 9-го, но я находился на своем рабочем месте в торговом зале магазина «Прекресток», «Поцелла Волна», «Якраска», 20-го, 3-го, 3-го. В это время в торговый зал магазина зашла, исследуя мужчину, один из которых в руках держал, ведя камеру. Данный мужчина сразу начали предъявлять претензии по поводу нарушения хранения товаров, прострочных товаров в магазинах, продавцах, в отделах и вне. При этом они верили с адресином, вызывающим, сказав оскорбление в наш адрес. Далее они загрузили несколько упаковок в сушу, продуктовую тережку и стали грубо в форме предъявлять претензии по поводу того, что в данных двух не было снять продажи, в связи с течением сроков реализации. Контрольвер в зал сообщили мне, что указанного мужчина просит меня подойти к ним. Я подошла к ним, и один из мужчин, как я узнал позже, Мамаев, ВВ, стал тыкать мне в лицо в виде камеры, рассказывая оскорбление, провоцируя конфликт. В это я относнулась от него рукой, отстранив видеокамеру от своего лица. В ответ Мамаев нанес мне удар по правому плечу, причинив остров физическую боль, после чего распорил перецогаз в сторону контролеров. ЗАВА, которые ввешались в конфликт для того, чтобы защитить от указанного лица. Далее я отошла в сторону зала, чтобы перецогаз не попал мне в лицо, однако Мамаев побежал за мной, хватая за одежду. С помощью продавцов в магазина мне удалось выручиться, но раз в медицинское расправу при этом не высказывал. В медицинские учреждения не обращалась, однако в действие Мамаев я испытал устрофизическую боль. Полиция обращает для привлечения Мамаев к административной ответственности. Все понятно? Нет, все понятно. Вот и хорошо. Что можете пояснить? Хочу пояснить, что прошу возбудить уголовное дело в отношении данной гражданки. Давайте вы за себя сейчас расскажете, а потом за гражданку. Это все вранье. То есть не признаваете, да? В смысле, что признавать? У меня есть непосредственная видеофиксация всего произошедшего. Непрерывная и опубликованная в сети интернета. Вы можете посмотреть. Там все непрерывно написано. Кто на кого и чего. А что там делали еще визит? Я ответил на ваш вопрос? Не полностью. Давайте по порядку. 3-го, 12-го, 23-го. Вы зафиксировали мой ответ? Вы слышите вообще меня? А вы меня слышите? В магазине были в это время? Я вам только что ответил. Имеется непрерывная видеозапись. Я могу вам ее предоставить. Владимир Владимирович, давайте построим наш диалог по форме вопрос-ответ. Давайте бездавайте. Вот я спрашиваю, значит, вы были в магазине в это время? Давайте бездавайте. Давайте. Объяснение даем? Илья. Илья, давайте. Васильевич. Васильевич. Васильевич, давайте. Не перешли мы еще с вами на ты. Да, не хотел бы даже с вами приходить. Да, и ради бога. Я к вам отношусь без уважения. Потому что я, как вам сказал, вы себя ведете по-хамски. Вот даже сейчас вы себя ведете по-хамски. Вы на вопросы будете отвечать или нет? Я же вам ответил уже все. Я уточняю. Удар был или не был? Давайте еще раз повторю. Вот видеозапись. Я никого не ударял. Это все зафиксировано на видеозапись. Мною было подано заявление. Мною были сняты побои в отношении меня лично. У меня есть справка. Почему до сих пор... Конфликта был? У меня? У вас. У меня не было. Гражданка обманывает нас, получается? Так я же вам говорю. Возбудить уголовное дело по статье 306. Заверно ложный донос. Так в это время. Что же случилось? Ты можешь нормально рассказать? У вас есть интернет? У вас интернет есть? Да при чем здесь интернет? Мы тут не снимаем ни титоки, ни блогеры. Не надо все это. Надо мониторить. Мониторить социальные сети. Это вопрос отвечать. Вот что надо. Ну это я уже сам решу. Отвечать или нет. Вопросы не сложные. Вопросы не сложные. Ну так о чем дело тогда? Я вам могу просто пояснить, что мной было подано заявление по факту, что охранники этого магазина. Да мы с этим заявлением разберемся. Так давайте я все-таки вам скажу свою точку зрения. Если вас она интересует, вы ее выслушайте. А не то, что вы хотите. Значит, я еще раз обращаю внимание, что охранники причинили мне вред. Физический вред. Это зафиксировано соответствующими медицинскими документами. Они у меня лежат. Все ждут. Когда же меня пригласят для того, чтобы возбудить уголовное дело по статье 115? Это легкий вред здоровью. Это пи как минимум. А второй момент. Самоуправство этих охранников, которые наклали нас с физическим применением силы. В отношении вас было подано заявление. Я все уже сказал по этому поводу. Ложь и провокация. На мой вопрос ни на один не ответили. Отвечаю. Ложь и провокация. Ложь и провокация. Значит, вы там что-то подавали, какое-то заявление. Ложь, провокация и оговор. Вот этой Ольги, этой горбоносой. Давайте по порядку. Ложь и провокация. Еще раз вам говорю. Это провокация с той стороны зафиксирована на видеозапись. В магазине вы были, то есть, правильно? Я вам еще раз говорю. Зафиксирована на видеозапись. Я готов вам ее предоставить. Хотите, я ее предоставлю. Это несложно мне сделать. Вы в магазине были? Какая разница, был я в магазине или нет. Я хочу предоставить свои объяснения и материалы в том виде, в который я хочу предоставить. Давайте вам дам здесь бумаги и вы напишите свои объяснения. Я не буду ничего писать. Я жду, когда будет отработано мое заявление по факту причинения мне легкого вреда здоровью. Как минимум и как максимум самоуправство охранников. И в том числе превышение своих должностных полномочий. Потому что они напали. Без каких-либо законных оснований. Сейчас у нас все надолго, наверное. Вы меня услышали, Илья Васильевич? Конечно, я хорошо слышал. Ну давайте вот на этом мы и закончим. Если вы не будете отрабатывать мое заявление, то я не вижу необходимости в вовсе находиться. Еще не будете, да? Нет, я бы рад помочь. Такие вот условия у нас. Я бы рад помочь правоохранительным органам. Но только они должны работать объективно. И рассматривать и мои доводы, и мои заявления. А не просто игнорить их. Ваше заведение рассмотрено. Когда рассмотрите? У вас было на рассмотрение трое суток. Все установлено законом сроков. Так уже времени-то прошло много. Ну, значит рассмотрели, наверное. Ну, я ответа никакого не получал. Ну, значит получите. Я думаю, что я к вам скоро приду. Мы будем и вами заниматься непосредственно. Вы мной будете заниматься? Я лично вами буду заниматься. Интересно. Да. В каком качестве вы собираетесь заниматься? Сейчас только разберусь с отделом полиции номер 3. С начальником отдела Чухарева. И приду сюда. Вы здесь будете для меня более удобны. А с вами вообще легко разберусь. Материала у меня на вас достаточно. Вы себе как угроза прямо. Владимир Владимирович, вы что меня сейчас выгрожаете? Что-ли что? Я все-таки разберусь. У вас есть еще какие-то ко мне вопросы? Если нету, я разворачиваюсь и упрошу. Есть и не унин. Есть вопросы, есть. Все, давайте. Которые хотелось бы получить внятные ответы. То, что вам хотелось, это ваше личное дело. Проведите меня, пожалуйста, обратно. Я к вам не приходил. Если у вас какие-то есть вопросы, научитесь общаться. Путались вам еще раз как-то или что? Научитесь общаться. С вами общаться я не хочу. У нас с вами конфликтная ситуация. Слушайте, я тоже не восторг от вашего общения. Но, тем не менее, приходится. Не мучайте себя. Не мучайте. У вас есть уникальная возможность. Я комучаюсь. За меня не переживайте. Уникальная возможность. Переживайте за себя. Мне-то вообще за себя не надо. Вот это прекрасно. Тогда ни за что не переживайте. Все. Давайте не будем затягивать. Давайте не будем. Поэтому сейчас мне нужно просто объяснение. У меня от вас необходимо было очень. Не сугубляет. Давайте открывайте. Дверь открывайте. Дверь открывайте. Вы понимаете, что вы сейчас совершаете? Вы меня удерживаете незаконно. Присядьте. Вы понимаете это? Вы понимаете это или нет? Присядьте. Они сейчас делают на вас заявление? Да, вы и делаете заявление коллеги. Дверь откройте? Да, да. Из ваших заявлений. У нас разговор не пошел. Дверь откройте? Что за что не пошел? Дверь откройте? Должен пойти. Вы смотрите, я все фиксирую. Да, я понимаю, что вы все время все фиксируете. Вы русский язык понимаете? Я говорю, дверь открой. Дверь открой. Я пойду домой. Я говорю, домой пойду. Вы вроде как решили, что с вами не приходили. Я говорю, дверь откройте. Сотрудники полиции? Нет? Вы все. Меня вычисли. Ты его завел? Нет. Нет, он меня не заводил. Сейчас еще заявление сделано этого сотрудника. Я его заводил, а я его выпустил. Вы меня удерживаете? Вы крестяйте, пожалуйста. Что убедаете? Куда-сюда. Вы меня удерживаете, да? Дадите объяснение и пойдете высвояйся. В чем проблема? Вы меня удерживаете? Ну, ты последний день работаешь. Я тебе отставлю говорю. Мне даже напрягаться не надо будет. Владимир Владимирович, я вам зачитал заявление. Хотелось бы вас попросить по данному факту. Вы меня понимаете? Оставайтесь на связи. Вам обязательно на ответ. Давай. Вы позвонили в полицию. К сожалению, все в разы встанет. Оставайтесь на связи. Вам обязательно на ответ. Вы считаете, как угроза. Вы позвонили в полицию. Считай, это так. Угрожаете мне сейчас? Считай, как так. Оставайтесь на связи. Считайте, да? Угрожаю тебе возбуждением в отношениях. Вам тогда уже. Не тебе. Не надо тыкать. Ты для меня. Сейчас ты. Не нужно здесь тыкать никому. Ты себя ведешь по-хамски. Ты нарушаешь мои права. Ты меня на каком основании удерживаешь? На основании поступившего в отношении вашего заявления, которое я вам уже зачитал. К сожалению, все операторы заставы. Еще вопрос. Ты меня задерживал? Ты мне повесили? Или что? Какие проблемы? Присядьте. Я не присядю. Причина? Что это вот такое сейчас за это? Я вызываю. Я в полицию сейчас делаю заявление на вас. Вы позвонили в полицию. И ты будешь расстребывать это все. Глуб детей, да? А завтра я пойду к вышестоящему руководству и покажу это видео. Это ваше право. Я справлю. И за это тебе придется ответить. Это не тот случай. Ты не с тем человеком общаешься. Ты это понял, нет? Что это за такой человек? Особенный. Особенный? Да. Я думаю, ты обо мне зубчики-то сломаешь свои. Чем? Чем я забыл? Да. Угрожаете? Я это угрожаю. А что это такое трусливый, что у него понят? Ты везде видишь угрозу. Ты везде видишь угрозу? Все трясюники, все угрожают? Ты видишь везде угрозу? Ты все у бористи? Вы позвонили в полицию. В данный момент ты себя неадекватно. Неадекватно. Вы позвонили в полицию. К сожалению, все операции заняты. Оставайтесь на связи, вам обязательно ответят. Так, у нас сейчас по времени скок у нас 10, 18, ну, в случае дефицации ведется. Вы позвонили в полицию. К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь на связи, вам обязательно ответят. Будете жаловать? Конечно, буду. Вы что думаете, вот это закончится просто так? Ох, вы ошибаетесь. Как вы ошибаетесь. Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается. 112, я вас слушаю. Здравствуйте, мне нужен срочно наряд полиции. Сотрудник полиции участковый, Нинашев, Илья Васильевич, держит меня незаконно. Мне записали, да, да. Мне нужно, чтобы кто-то изобретал. Город Мурманск, отдел полиции номер 1, Кижинского, 7. Ну, короче, туда. Не выпускает мне без каких-то... Ты запишешься, может, это, я не знаю. Я пошел. А можно, куда я выставил? Мамай Владимирович, можно к вам обратиться? Я к вам пришел. Пожалуйста, освободите меня от этого человека. Он меня незаконно удерживает. Ну, прошу. Ваш вывоз придадим в полицию. Мурман, Дежин, Каласи. Да. А вы на каком кабинете или на каком этаже? Специальная комната для общения с гражданами. Для дачи объяснений. Поняла. Принято. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Значит, примите меры к пресечению преступления данным сотрудником превышения должностных полномочий статья 286 уголовного полиции. Я вам обращаюсь как к должностному лицу. Примите меры. Сейчас я запустирую 286. Внимание полномочий. Примите меры. Я вам говорю, что данный сотрудник меня незаконно удерживает. Он меня не выпускает. Вы меня завели. Пожалуйста, выведите. Если он захочет меня... Так, Владимир Владимирович, посмотрите, пожалуйста, ваше объяснение. Я с вами общаться не буду. Более того, я сделаю все, что ты завтра здесь не работал. Ну, тыкать не нужно, да? Давайте вежливо сейчас обоюду вежливо. Еще раз говорю. Пойдемте. Я не собираюсь тут смотреть на него. Пойдемте. сюда, что сделаю? А теперь принимайте заявление. Ну, я не имею в виду, со мной что-то не опишается просто. Просто подожди. И я посмотрю, как вы его отработаете, это заявление, чтобы он в соответственный комитет... Заявление о совершении преступления сотрудникам полиции Ненашев Илья Васильевич Участковый, который меня сейчас незаконно удерживал в помещении для принятия объяснений, оказывал на меня психологическое давление с целью получения нужных ему объяснений. Имеется непрерывное видео и аудиофиксация. По запросу предоставлю. Данное заявление в порядке статьи 151 УПК. Прошу направить в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 286 Уголовного кодекса. Это первое заявление. Второе заявление. То же самое, только со словом жалоба на вашего начальника отдела полиции номер один. Прошу провести служебную проверку и привлечь Ненашев Илью Васильевича к дисциплинарной ответственности. То есть два куспа, два талона. Владимир Владимирович, вы закончили здесь все, свои видеосъемки? Еще нет. Вы так переживаете? Нам нужно все писать пообщаться, да. Обязательно пообщаемся в Следственном комитете. Это как будет угодно, можем завтра пообщаться. Вы сейчас что-то не хотите? Мне нужно, чтобы вы зашли сюда вот в кабинет. А мне не нужно. Я вызвал скорую. Вам много может еще не нужно быть. Ну дальше что? Дальше что тут? Дальше в отношении вас будет составлен административный протокол. Какой? По статье 6.1.1. Я же сказал административный. Вы меня не слышите? Талончики, пожалуйста, выдайте мне два талончика. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал.